Всем привет! С вами Александр из Galileo Sky. И в этом видео я расскажу о том, как настроить функцию информирования водителя с помощью аудиосообщений. Рассмотрим пример готового скрипта, который отслеживает поведение водителя на дороге. Все терминалы Galileo Sky, которые поддерживают работу с SD-картами, также поддерживают и функцию воспроизведения аудиофайлов на внешний динамик. Мы рекомендуем использовать динамики сопротивлением не менее 8 Ом. Терминал поддерживает аудиофайлы в формате WAV, MONO, 16 кГц и 16 бит. Длительность аудиофайла не должна превышать 4 минуты. Воспроизведение аудиофайлов применяется во многих функциях терминала, например, в автоинформаторе, в системе EcoDriving, а также в любых скриптах EasyLogic. Давайте рассмотрим один из примеров для EcoDriving и скачаем готовый алгоритм из библиотеки алгоритмов на сайте Galileo Sky. Заходим на сайт 7giz.ru, наводим указатель мыши на надпись «Обучение» в верхней части окна и в появившемся меню выбираем пункт «Библиотека алгоритмов EasyLogic». Отметим пункт «Экодрайвинг» и в предложенном списке выберем последний алгоритм «Звуковое оповещение водителя о нарушении стиля вождения». Нажимаем кнопку «Скачать» и сохраняем алгоритм в любом удобном месте. Запускаем ПО-конфигуратор и переключаемся на вкладку EasyLogic. В верхней части окна выбираем пункт «Открыть» и находим скачанный скрипт. Теперь мы можем посмотреть, как построен алгоритм и при необходимости изменить его параметры. Как видно из цепочки алгоритма, первым делом терминал проверяет, определены ли координаты, и далее проверяет текущие параметры – ускорение, угловое ускорение и скорость на превышение установленных лимитов. В случае превышения лимитов терминал будет воспроизводить аудиофайл с соответствующим звуковым предупреждением. Обратите внимание на то, что параметр ускорения проверяется дважды. В первом случае в проверке стоит знак «Больше», во втором случае – знак «Меньше». В первом случае алгоритм проверяет ускорение вперед, а во втором – отрицательное ускорение, то есть торможение. Параметр ускорения при торможении, соответственно, имеет отрицательное значение. Поэтому и угловое ускорение нам также нужно проверять дважды, чтобы отслеживать левый и правый поворот. Добавим ветку проверки углового ускорения в одну сторону и в другую. Обратите внимание, что ускорение в алгоритмах указывается в миллиметрах в секунду в квадрате. Вы можете менять алгоритм на свое усмотрение. Предположим, вам нужно, чтобы в случае нарушения терминал записывал дополнительную точку в память и в пользовательском теге описывал характер нарушения. Для начала условимся, что в случае резкого ускорения данные записываем в пользовательский тег значение 1, а в случае резкого торможения – 2. При резком повороте записываем 3, а при превышении скорости – 4. Добавить этот функционал совершенно несложно. Давайте я покажу как. Для начала после каждой проверки добавляем запись соответствующего тега. Я удаляю линии ветки верно после каждого блока проверки и добавляю блоки «Записать тег». Выбираем тег пользователя 0 и указываем соответствующие значения для каждого из нарушений и продолжаем цепочку. Теперь нужно добавить блок записи точки в случае нарушения. Убираем связи после воспроизведения аудиофайлов и добавляем блок «Сохранить точку». После того, как точка была сохранена, нам нужно обнулить значение пользовательского тега, так как сообщение о нарушении уже было занесено в память терминала. Добавляем отсутствующие связи и все. Скрипт готов. Обратите внимание, что в скрипте уже прописаны названия аудиофайлов, которые будут воспроизводиться в случае каждого из нарушений. Вы можете назвать файлы иначе. Вы можете изменить значение параметров скрипта на этапе редактирования или с помощью соответствующей команды. В алгоритме присутствует соответствующий блок. Вы можете отправить команду style и через запятую указать значение для параметров ускорения, торможения, углового ускорения, а также скорости. Ну что, скрипт готов. Теперь сохраняем изменения и загружаем в память терминала. Как вы помните, скрипт начинается с блока старт устройства, поэтому нам нужно перезагрузить терминал. Не забудьте отметить тег пользователя 0 для отправки на сервер мониторинга, так как в нем мы описываем характер нарушения. Теперь нам нужно записать аудиофайлы с предупреждениями. Вам понадобится микрофон и любая программа для записи аудио. Давайте запишем такое предупреждение. Резкое ускорение. Получилось неплохо. Теперь давайте разберемся, как подготовить файлы для загрузки на терминал. В конфигураторе переходим на вкладку маршрут. Вообще эта вкладка нужна для создания и редактирования автобусных маршрутов. Но на этой же вкладке есть возможность импортировать аудиофайлы. Функция конвертации аудиофайлов доступна в конфигураторе с версией 4.25.0. Вставляем карту памяти в card reader и выбираем ее как место для сохранения аудиофайлов. Далее нажимаем плюс и выбираем файлы для конвертирования. После чего нажимаем кнопку начать конвертацию. Ну что, аудиофайлы сконвертированы и сохранены на карте памяти. Теперь вставляем карту памяти в терминал и наш алгоритм полностью готов к работе. Теперь нужно настроить наш объект на сервере мониторинга для обработки новой информации. Для примера мы решили взять сервер Violog. Давайте создадим датчик на основе пользовательского тега 0 и укажем сообщение для соответствующих значений. Это можно сделать в свойствах объекта на вкладке датчики. Ну вот, теперь мы полностью готовы к проверке алгоритма в реальных условиях. Мы разместили терминал в уже привычном нам Nissan Note. Подключили к нему антенны и динамик для воспроизведения предупреждений. Динамик для воспроизведения аудиофайлов мы подключили к выходам терминала Vol 0 и Vol 1. Теперь давайте проверим, как терминал реагирует на резкое ускорение. Резкое ускорение. Резкое ускорение. Резкое ускорение. Резкое торможение. Как мы видим, терминал корректно реагирует и на ускорение, и на торможение. Теперь давайте проверим, как терминал реагирует на резкий поворот. Резкое ускорение. Резкое ускорение. Резкий поворот. Резкий поворот. Резкий поворот. Резкое торможение. Ну что, наш терминал корректно реагирует на все мои действия, значит наш скрипт работает. Итак, давайте проверим, как подобные действия выглядят со стороны сервера мониторинга на примере Vialong Наш терминал настроен на запись точек каждые 10 секунд Однако вот здесь мы видим дополнительные записи и сообщения о соответствующих нарушениях Вот здесь мы видим запись о резком ускорении, а вот здесь записи о резком торможении и резких поворотах Итак, мы разобрались, как, используя готовый алгоритм, реализовать функцию звукового оповещения водителя об агрессивном вождении Также добавили функцию отправки данных на сервер мониторинга И, как видите, все достаточно просто и не требует много времени Напомню, что вы всегда можете изменить функционал готовых алгоритмов, либо добавить свои функции в зависимости от ваших задач На этом все, с вами был Александр из Galileo Sky, пока! Субтитры создавал DimaTorzok